привет я журналист алексей мацука это мой блог о том как дела у меня дома в донецке где я много лет работал журналистом а сейчас здесь на телеканале дом мы пристально следим за всем что происходит на донбассе незаконные вооруженные формирования в донецке отправили блогера романа манекена в колонию поселения на два с половиной года заседание так называемого суда днр проходили в закрытом режиме как и многие другие дела которые касаются преследований всех неугодных я уже раньше рассказывал что в отдельных районах донецка и луганской областей за решеткой могут оказаться совершенно разные люди которых л днр посчитают опасными для своего режима и для своего кумира дениса пушилина первую очередь это люди которые критикуют так называемый русский мир и действия группировок л днр пасечника и пушилина неугодные кремлю россияне и граждане других стран попадая в донецк и луганск тоже рискуют свободой иногда в незаконные тюрьмы группировок попадают бизнесмены у которых просто отбирают имущество и наличку предприятия машины квартиры и многое другое вооруженные люди из мгб днр задержали манекина в очередной раз в декабре 20 года когда они заявили что это произошло из-за возможного сотрудничества конечно же с кем вы думали украинскими спецслужбами 27 декабря в соцсетях опубликовали якобы личную переписку манекина с украинским журналистом а публицистом блогером и он же был плену группировки днр станиславом асеевым 28 декабря группировка мгб днр сообщила о задержании уже манекина асеев тогда передал изданию новости донбасса скриншоты своей переписки в мессенджере facebook с манекины и вот там выяснилось что эта переписка полностью отличается от той которую ранее опубликовал телеграм-канал администрируемый мы не знаем кем анонимный но называется джокер днр частности в этой переписке ничего не это якобы передачи денег манекину на взятки местным так называемым судьям а именно это публикация телеграм-канала в мгб и вот ее назвали основанием для задержания манекина то есть не исключено что манекина хотели подставить публично еще и втянуть в эту историю украинских журналистов роман манекин родом из донецкой области но имеет российское гражданство и является давним сторонником группировки днр и самого концепта русского мира русский язык путин и православие но в своих публикациях он часто критикуют руководство группировки днр включая дениса пушилина манекин уже несколько раз говорил о том что его задерживали члены незаконных вооруженных формирований мы это помним по публикациям в прессе восемнадцатом году он был освобожден благодаря тому что о нем заговорили некоторые российские общественники и политики спасут ли манекина в этот раз уже после так называемого приговора я не знаю вот как комментирует задержание и суд над манекином телеграм-канал донецкий абориген который связывают с бывшим деятелем группировки андреем пургиным ему кстати тоже досталось от режима самопровозглашенных властей которым он так хотел быть причастным в четырнадцатом году и даже некоторое время занимал какую-то должность сейчас мне кажется он рад хотя бы тому что о нем забыли но как я уже говорил все резко может измениться в том числе и для пургина а может быть и для дениса пушилина рано или поздно так это дело о незаконном задержание общественного деятеля преподавателя истории философии мгу публичного и известного за пределами даже снг что мы можем говорить о тысячах остальных незаконно удерживаемых граждан россии какие унижения и издевательства их родственники и близкие перенесли пока ммм и коррумпированные чиновники строили свое независимое от населения государства мы обязательно расскажем вам первыми о том что происходит на неподконтрольных территориях донбасса вы не забудьте подписаться на этот и другие наши блоги до свидания